Международный проект «Самарское знамя» появился в 2017 году. Запустило фестиваль «Российское военно-историческое общество», чтобы напомнить о подвиге наших солдат во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Тогда армия под началом генерала Николая Столетова помогала отстаивать независимость Болгарии и других стран. Третья болгарская дружина, которую возглавлял Павел Калитин, получила легендарный на сегодняшний день артефакт «Самарское знамя». Это первый государственный символ страны Болгария после освобождения от 500-летнего рабства. И, конечно, благодаря этой войне, где Россия победила, шесть стран Балканского полуострова получили свою свободу, независимость. Поэтому и жители нашего региона, и жители всех регионов России должны помнить, знать эту историю. По традиции фестиваль начался с торжественного молебна в Самарском Иверском женском монастыре, монахини которого 146 лет назад вышли знамя. Артефакт изготовили из шелковых полосен красного, белого и синего цветов. В центре полотнища находится изображение Богоматери и Кирилла и Мефодия в золотом кресте, вышитые по рисунку санкт-петербургского художника Николая Симакова. И когда, значит, первый раз знамя было чуть не отнято у наших дружинников, то они спасли знамя. Генерал Сталетов сказал, спасибо огромное, это знамя будет продолжать с нами идти до последнего войны, и мы обязательно победим. И поэтому знамя вот такой символ победы над турецким игром. После торжественного молебна гости города посетили Струковский сад, главную площадку проведения фестиваля. С приветственным словом к делегации из Болгарии и самарцам обратился губернатор Дмитрий Азаров. Он напомнил, что и сейчас под самарским знаменем в бой идут воины из самарского батальона, как некогда шли на защиту их предки, помогая отстаивать независимость. Фестиваль уже в пятый раз проходит в честь знаменательного события и, конечно, легендарного самарского знамени. Это знамя, овеянное славой, мужеством, и сегодня является символом героизма. Готовности к самопожертвованию. Символом готовности российского народа прийти на помощь всем, кто в этой помощи нуждается. Во время фестиваля «Самарское знамя» в Струковском саду работали порядка 40 интерактивных площадок. На них представители военно-исторических клубов России воссоздавали быт, культуру и традиции 19 века. На одной из площадок, например, занимались восстановлением забытых ремесел. Ольга Комкова из Безенчукского района Самарской области создает пряжу уже много лет. Говорит, что материалы из овечьей шерсти были очень востребованы в то военное время и для производства специально открывали фермы. Лучшее обработанное сырье поставляли на передовую. Для обрядения берется только весенний стрижки с овец. Ее срезают, стригут овец и только эту шерсть придут. Придут ее не моя, потому что она лучше тянется, лучше придется. Потом ее сматывают в матки, стращивают, стирают. И уже потом, посмотрите, там у нас вяжут носки или какие-то изделия. Фестиваль «Самарское знамя» имеет большое международное значение. Руководитель делегации из Республики Болгария Владимир Штирианов отметил, что подобные события помогают укреплять дружбу между народами двух стран, несмотря на политический курс. Социологические исследования говорят о том, что более 80% болгар поддерживает Россию в той же военной операции. Если говорить правду, то не было бы русско-турецкой войны, не было бы Самарского знамени, не было бы тех людей, русских солдат, которых воевали и погибали на болгарской земле. Ну, не было бы и Болгарии, вот и все. История Самарского знамени – важное наследие не только для нашего региона, но и для России в целом. С начала специальной военной операции артефакт вновь объединяет и сплачивает народное движение, поднимает боевой дух. Сейчас Самарское знамя также является символом Самарского батальона. Копию легендарного артефакта подразделению год назад передал глава региона Дмитрий Азаров. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.